Всем привет и добро пожаловать в прошлое! Да, да, именно в прошлое, видите, первый автомобиль был электрическим, в 1841 году вышел первый электрический автомобиль, это на 40 лет раньше, чем его бензиновый аналог и вплоть до начала 20 века было неясно по какому пути пойдет развитие автомобиля по электрическому или по бензиновому, но решающий шаг, решающую такую ступень в этом сделал некий джентльмен с фамилией, как вы уже все знаете, Рокфеллер. Да, именно Джон Рокфеллер, он скупал и обанкрачивал все, что было связано с электричеством, то есть он хотел, чтобы его не в тайне компании приносили как можно больше дохода. А для того, чтобы было больше дохода нужно было больше покупателей, поэтому он всячески лоббировал интересы именно бензиновых автомобилей, а все, что с вас было с электричеством, это было неинтересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это второй автомобиль, который разработала компания Tesla. Первым был спортивный ростер, который не нашел особого успеха на рынке. Видимо, Elon Musk как-то пересмотрел свои взгляды на ведение бизнеса и постарался занять такую категорию рынка, которая, как сказать, наиболее ярко или не ярко, но воспринимает такие вот инновации. То есть рынок более-менее дорогих седанов, он широкий, и люди в этом рынке, которые покупают эти же Audi, всякие Jaguar, BMW, они готовы рассматривать в качестве другого автомобиля еще что-то. А рынок спортивных машин, он очень такой узкий и очень скользкий путь. Начинать с этого нельзя. Но по-настоящему, я думаю, успех Tesla будет после того, как она начнет продажи своей третьей модели. Она называется Tesla Model 3. Так она и называется. Хотя хочу заметить, Model S в Америке распродается на ура. Это как горящие пирожки, она разлетается, потому что люди уже понимают, что это, что в принципе будущее или прошлое, такое, как оно должно было быть, оно уже наступило, что это удобно, что это классно. Ну, к сожалению, в Украине пока такого бума не намечается, но я думаю, наши люди потихонечку раскурят. Ну, конечно же, да. Цена на этот автомобиль, конкретно этот автомобиль сейчас стоит на сайте продаж по цене 74 тысячи долларов. То есть для Украины это, наверное, все-таки еще дороговато. Теперь несколько слов о дизайне этой машины. Компания Tesla это новый бренд на рынке автомобилестроения, поэтому шокировать какими-то ножцами или супер каким-то дизайном публику. Шок это, конечно, всегда хорошо, но шок не всегда продается так, как нужно. Поэтому машину делали ориентировкой на Европу, и поэтому в линиях Tesla мы можем видеть очень много таких вот всяких дизайнерских штучек, как у Jaguar у того же, у Volvo, даже от Ford Mondeo здесь что-то есть такое. То есть она очень спокойная, очень нейтральная, она нацелена на то, чтобы понравиться большинству людей, которые будут ее покупать. То есть это и мамы, и молодежь, и старое поколение. Она нравится по большому счету всем, потому что она нейтральна. Все ее новшество и все ее превосходство, оно как бы скрыто внутри. Но при этом весь ее дизайн, он также работает на то, чтобы помогать этой машине передвигаться. Пройдем сюда. Здесь присутствует такой элемент типа радиаторной решетки. Ну, опять же, это электрокар, поэтому радиаторов здесь нету. Как нету? Нет. Они есть. Здесь есть радиатор кондиционера и радиатор антифриза, которые располагаются ниже. А вот этот элемент, он такой чисто стилистический, то есть это просто дизайн. Так как это электрокар, то в нем есть батарея, которая не безгранична. Поэтому даже дизайн работает на то, чтобы экономить нашу батарею. Дизайном, нашими линиями машины мы уменьшаем его сопротивление. И вот такие вот даже детали, как ручка, они сделаны очень правильно и прям идеально сделаны. Она все нам помогает экономить. Кстати, ручка, она не имеет механического какого-то соединения, именно с замком. Здесь все работает через скан шины, то есть все через провода. Также у Tesla есть огромное преимущество перед автомобилями классического типа, то есть с ветлями внутреннего заранья. Это то, что, несмотря на то, что машина довольно-таки тяжелая, она весит чуть более двух тонн, практически половина ее массы расположена на уровне оси. То есть батарея, батарея это половина массы автомобиля. Она расположена очень низко, поэтому центр тяжести у нас очень низкий. А что это значит? Правильно, что машина практически, ее нереально будет перевернуть. Нет, конечно, ее можно перевернуть, если вы дурачок. Ну ладно, это мы упустим. Она очень сбалансирована по осям, то есть развесовка 50, практически на 50. Низкий центр тяжести, очень не озывчивая педаль газа, но она не спорткар. Запомните это, мы еще к этому вернемся. Также по безопасности. Весь кузов сделан из алюминия, но так как у нас нет двигателя, и спереди, и сзади автомобиль примерно сделан одинаково. Здесь есть еще дополнительный третий ряд, но так как мы знаем, все автомобили, которые выпускаются, у них зона деформации сзади очень большая, то есть примерно по заднюю ось. Если этой же проблемы нету, здесь алюминиевый швеллер уже практически под бампером, то есть садить на задний ряд детей это безопасно. Теперь перейдем к багажнику, он конечно же с электроприводом, ведь американцы очень ленивые, все должно открываться само собой. Задний багажник очень большой и вместительный, но этот объем можно заполнить дополнительной опцией, такой как задний ряд, то есть третий ряд, два сидения детских, здесь можно установить, эта опция стоит 3000 долларов. Нужна вам она или не нужна, я не знаю, но так как у Илона маска по-моему 5 детей, поэтому он разрабатывал машину видимо с косоглядкой на себя может быть. Конечно же закрывание у нас тоже с кнопочки. А ну. Не, не больно, не больно. Материал пластик такой, я не скажу, что он дорогой, ну как у хорошего корейца в принципе. А вот вещь, я думаю на которую мало кто обратит внимание, но это также показывает именно качество автомобиля и как на нем мы экономили или не экономили. Посмотрите, как здесь расположены сверные точки, а на второй стороне они расположены по-другому. Посмотрите, как выпирает шовный герметик. То есть это вот такая вот мелочь, которая определяет качество и всего автомобиля. Традиционно мы показываем задний ряд и расположение пассажира, как кто сидит сам за собой. То есть я сейчас сел сам за собой, вот столько у меня места перед коленками. То есть ладошку где-то перед коленками я смогу засунуть. Из особенностей это то, что нет центрального тоннеля, поэтому здесь можно сидеть и в пятером в машине. Задний ряд под три человека, не очень крупные комплекции, я думаю будет вполне нормально, то есть вполне комфортно можно будет так путешествовать. И также, что хочу заметить, из-за того, что у нас под ногами батарея, уровень пола немножечко, немножечко выше, чем у обычных автомобилей. Но это не есть какая-то большая такая проблема. Очень большая у нас панорамная крыша и вот такой вот сплошной усилитель, то есть жесткость кузова от панорамной крыши у нас не страдает. У нас безрамочные окна, это очень красиво, но при этом, при всем, эти окна они не скрипят, как на большинстве машины, с которых нету рамок дверей. Больше никаких приколюшечек для заднего пассажира в принципе нету, здесь нету даже зарядки, нету пепельнички. Ладно, Техла же думает о нас, поэтому пепельничек никаких нету. Обратите внимание на дизайн дверных карт, как плавно перетекает карта уже в саму сидушку. Вот такая вот у нас ручка, ручка открывания двери. Кстати, дверь задняя довольно широкая, то есть посадка и высадка пассажиров тоже при этом удобная. Но при этом хочу заметить, что заднее стекло у нас полностью не опускается, как на приоре. Пробег нашего автомобиля 18000 километров, то есть в принципе это уже не новый автомобиль, но при этом в машине сейчас пахнет такой вот знаете дорогой кожаной сумкой. Несмотря на то, что я думаю, что все-таки это эко-кожа, но в салоне машина еще пахнет новым автомобилем и причем запах такой достаточно дорогой и очень приятный. Все сделано очень, так, на вид по крайней мере очень дорого. То есть здесь алькантара, мягкий пластик, вставочки под дерево, алюминий, кожа. Все смотрится шикарно, за исключением самого пластика. Пластик, конечно, здесь немного сэкономили, но нужно же было о чем-то экономить. Правильно? Правильно. Сонтозащитные козыречки. Почему-то многие говорят, что они очень маленькие. Не знаю, но они перекрывают половину лобового стекла, а я думаю этого вполне достаточно. Также здесь нет традиционного ручника. С кнопочек все электронное. Центральной консоли у нас как таковой тоже нет. Здесь просто пустота, куда можно поставить, не знаю, наверное, данскую сумочку какую-нибудь. Но хотя хочу заметить, что уже продаются полуоригинальные всякие консоли, которые там органайзеры, можно всякие отсеки, всякую всячину складывать. Есть подлокотник, который регулируется и под водителя и под пассажира. Здесь 2 подстаканника. Все. Розетка 12 вольт, 2 USB выхода и большой iPad. Кстати, кнопочка открывания бардачка у нас находится вот здесь. Не понятно, почему она на таком большом, на таком видном месте. Ну ладно, кнопка аварийки рядом и все управление автомобилем у нас выведено на вот такой вот большой iPad. Почему именно iPad? Потому что сама графика и ее качество очень похожи именно на продукцию компании Apple. Здесь очень четкая детализация и с этого экрана можно управлять, в принципе, всеми функциями, которые вам нужны. Смотрите. Открываем, закрываем люк. Фонари можем включить, какие хотим. Противотуманки, габариты выключаем, включаем. То есть очень много всяких функций. Это все, в принципе, уже было в интернете. Но теперь я хочу рассказать такую вещь, которую, я думаю, во паторах Pesla вы не найдете. Почему они сделали именно вот такую вот консоль и вот такую вот приборную панель именно экран? А все потому, что экран сделать намного дешевле, чем сделать аналоговые приборы. Аналоговые крутилочки, вот эти все, тросики, эти все механизмы. Это сделать в производстве намного труднее и дороже. А так оно, конечно, это всем нравится. Ключ в Tesla такой же, как и в Panamera. Ну, практически. Идея была, я думаю, взята оттуда во именно. Но этот ключ функциональный. Если нажать, например, на капотик, у нас открывается капот. Нажать на багажник, открывается багажник. То есть открыть, закрыть машину, все мы можем с этого ключа. А вообще, в принципе, всеми функциями машины можно управлять и с телефона. То есть скачиваем приложение на ваш iPhone. И с приложения можем задавать какие-то параметры, которые нам нужны, мере нам нужно, чтобы в 7 утра машина прогрелась. Вы задаете, приходите в 7.15, она уже стоит прогретая. Все, все за вас сделала. Кстати, откроем передний капот, пойдем сейчас посмотрим. Передний багажник также функционален. И сюда может вместиться дополнительный мешочек картошечки, если вы едете с дачи. Также передний капот нужно будет поднимать, в случаях, если вам нужно будет долить омывать. Он заливается вот в эту вот дырочку. Не так, впрочем, и все. Здесь стоит огромный, можно сказать, по меркам автомобилей, дверной, не дверной, капотный уплотнитель, который предотвращает попадание всякой грязи. И ваши вещи в багажнике будут стать чистые. А во всех двигателях, вы знаете, внутренние заранее, которые подкапотное пространство в основном, грязные. А здесь у вас будет все чистенько. А помните нашу историю про вот эту вот линию, про этот вот хром, который мы снимали именно в Кадиллаке. Он там был в двух частях. Я рассказывал, что если эта деталь состоит из нескольких частей, то иначе на машине экономили. На этой машине эта деталь настолько большая, что аж неприлично. Обратите внимание на задний тормозной диск. Здесь два суппорта расположено. Один суппорт, то есть обычный суппорт, а второй суппорт это суппорт ручника. Именно такая конструкция используется в дрифтовых тачках, то есть это взято тоже из спорта. Субтитры создавал DimaTorzok Напомню нашим зрителям, что на связи с тем, что у нас есть очень важный, очень важный, очень важный и очень важный, очень важный, очень важный, очень важный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню нашим зрителям, что у нас версия S70D, то есть у нас мотор на 70 кВт и это означает, что запас хода у конкретной этой версии 440 км. И при этом у нас разгон до сотни всего лишь 5,4 секунды. Но опять же повторюсь, 5,4 секунды это не значит, что вы должны с каждого светофора на ней дубасить. Это чисто городская машина, на которой можно передвигаться по городу, на которой можно поехать в какую-то недалекую поездочку такую. 70 кВт это у нас получается версия 334 лошадиные силы, если переводить в привычный нам вид измерения. 334 лошадиные силы, но при этом у нас момента очень много и он у нас доступен с самого низа. Оно просто пуляет. Да, это очень, нам надо перестроиться. Вот понимаете, в чем вся идеология? Здесь очень острый руль, здесь стоит электрорейка, примерно такая же, как и на рейндж-ровере. Здесь плоская днища, как у спортивных тачек, но при этом она не является спортивной. А все вот эти вот фишки нужны для того, чтобы можно было быстро перестроиться по потоку, то есть избежать какой-то аварийной ситуации. Также по поводу того, чтобы безопасно передвигаться на дорогах, нам помогает электроника. Здесь очень много всяких электронных помощников, которые даже на заднеприводной версии, на P85, они не дают нам возможность, то есть в полной мере, насладиться мощным заднеприводным автомобилем, то есть вернауты на светофоре у вас не получится, где-то навалить боком у вас на ней не получится, то есть вся эта мощность нужна, в первую очередь, для комфорта, передвижения и для безопасности. Раз, два, три, поехали. Никаких звуков нету в салоне, при том, как мы навалим. Есть такой какой-то электрический, то ли свист, не свист, вот как в троллейбусе, только раз, наверное, в 20 тише. Вот такой вот звук какой-то есть, а в остальном в машине шумоизоляция, блин, практически идеально. Это несмотря на то, что у нас двери без рамок, которые должны, в принципе, какие-то звуки и шумы пропускать, но у нас все тихо, все хорошо. Спереди у нас расположен радар, и вот когда мы подъезжаем к машине, она сама может останавливаться, также она распознает красный сигнал светофора, распознает пешехода, если выбежал пешеход, она сама остановится. Вот мы сейчас едем, у нас по левой стороне деревья мелькают на обочине, и машина нам на дисплейчике показывает, что вот-вот какая-то вам помеха уже есть. То есть она сидит за всей обстановкой вокруг вас. То есть я думаю, что эта машина умнее, даже чем некоторые ее владельцы. Хотя, я думаю, тупой человек Теслу не купит. На Теслах ездят только лишь фанаты и только лишь те люди, которые, блин, что-то понимают в этой жизни, и что-то... Вот они хотят Теслу, они покупают Теслу. Если вы не понимаете, что это такое, если вы никогда ни разу на ней не катались, советую всем покататься именно на электрической машине. Вот эти вот чувства, которые дарит именно электромашина, она... Ну, такие чувства, перепутать с чем-то невозможно. То есть никакая мощная тачка именно таких же самых ощущений вам не даст. Хотя я ездил на многих мощных тачках, нету там такого вот именно реагирования на педаль газа. Вот сейчас у нас, кстати, мы едем практически не используя тормоза. Торможение происходит самими электромоторами. То есть мы отпускаем педаль газа, и у нас включается режим рекуперации энергии. То есть мало того, что мы тормозим электромотором, не используя при этом колодки, экономя на колодках и тормозных дисках, так при этом всем при торможении мы подзаряжаем нашу батарею. Вот видите, американцы умные, все продумали. Успоримся? Да, эта машина будет дарить вам улыбки чаще, чем вы думаете. То есть движение, отвлекаться на вот этот монитор не очень-таки удобно. Но, в принципе, основные функции у нас вынесены на руль. То есть мы с руля можем всем этим делом управлять. Такая вот еще одна конструктивная особенность, это в том, что, опять же, это по моему усмотрению, заднеприводные Теслы, они менее надежны, чем полноприводные. Объясню почему. Вот когда вы спокойно катитесь, потом вы резко ударяете по газу, и опять бросаете газ, машина, то есть задний редуктор, представили себе? В момент, когда вы нажимаете на газ, он в одну сторону двигается. Вы газ бросаете, начинает рекуперация, он в другую сторону. Вот это вот тык-тык-тык-тык, взад-вперед, оно раздалбывает вот эти вот шестерни заднего редуктора, на заднеприводной версии, и они выходят из строя. То есть к 100 тысячам километров, если вы активно рулите этой машиной, редуктор уже может выйти из строя. А так как у нас за полноприводная версия, вот эти вот все моменты, они распределены более равномерно по передней и по задней оси. И поэтому вот такой вот проблемы, я думаю, в полноприводной версии нету, или, по крайней мере, она сведена вообще к минимуму. Опять же, козырек, оп, все нормально. 20 км в час, 100, 115 и торможение. Отлично, это тормозит, тормозов полностью и хватает, так как у него получается два тормоза, и электрический, и механический. Кстати, тормозной контур здесь, ну, обыкновенный, то есть гидравлический. Никакого сверх конструктива здесь нету. Подвеска тоже здесь простая, на пневме. Ее можно сдать уровень, выше, ниже. Она может сама запоминать, в каких местах ей нужно подняться, каких нужно опуститься. Это все детали и мелочи. Подвеска, говорят, подходит от 211-го Мерседеса, но на деле здесь все конструктивно свое. Оно похоже, в принципе, так как и на всех автомобилях. Конструкция подвески, ну, она, грубо говоря, она не менялась. Есть рычаг, есть сайлентблок, есть шаровая опора. Все как во всех автомобилях. Еще одно подтверждение того, что Тесла это не спорткар является то, что она не способна проехать весь круг 22 километра по Нюрнбурглингу. Состоянно все свои динамические качества, то есть она это делать не может, а не может это сделать по причине того, что аккумуляторы, аккумуляторы при своем освобождении энергии, они выделяют тепло. И вот Тесла не может это все тепло охладить, и машина падает в аварию. Ну, конечно же, для повседневного перемещения это вообще никак не делает погоду. Сейчас 0-100. 3, 2, 1. 100. Да, засовляет улыбаться и нервничать, и пассажирам, и водителям. Отличная машина. Продолжение следует... ну и финал очка автомобиль tesla он данный момент не имеет себе никаких конкурентов то есть это автомобиль без конкуренции это просто шикарнейший автомобиль я не знаю что можно про него еще больше сказать и какими словами охарактеризовать это даже не автомобиль это такой гаджет с колесами то есть всем кто интересуется какими-то новыми технологиями какими-то разработками кому интересна эта машина вы не разочаруетесь в ней всем автомобилем энтузиастам кто любит машины кто без ума звука моторов в полной резины и от всего прочего подобного я всем рекомендую хоть раз прокатиться на электрической машине и почувствовать что такое электрическое ускорение что такое момент именно самого низа в общем тачка супер всем рекомендую всем пока